Приветствую всех любителей шахмат! Сегодня у нас интересная партия Гарри Каспарова против Василина Топалова в Эйконзее 1999 год, такой традиционный турнир. Эта партия обошла все шахматные журналы мира. Белыми играл Гарри Каспаров, на тот момент действующий чемпион мира в расцвете сил. Против него играл достаточно сильный шахматист Василин Топалов, участник матча за звание чемпиона мира по шахматам 2006 года. Против Владимира Крамника Топалов решил удивить Каспарова в дебюте и достиг своей цели. В классике раньше чемпион мира никогда не сталкивался с защитой Уфимцева, поэтому пришлось действовать фактически с чистого листа, что придает особую изюминку этой партии. Каспаров начинает партию ходом Е4, Д6, пешка идет на Д4, Конь Ф6, Конь С3, Ж6. Черный готов поставить слона на большую диагональ, белый отвечает слон Е3, слон Ж7, ферзь В2, достаточно агрессивная схема при случае белый готовы уйти в длинную рокировку. Последовал ход С6, Ф3, возможно также было поставить слона на А6, попытаться разменять, вынуть жало у черных. Очень бывает неприятен этот слон при длинной рокировке. После же Ф3, Б5, пытаются черные завязать игру на ферзьевом фланге, Конь идет на Д2, Конь Б7, слон А6, Каспаров решил разменять все-таки слонов. Слон А6, ферзь А6, черные выманивают ферзя на край доски, но при этом не могут сделать короткую рокировку. Слон Б7, А3, пытаясь не дать продвижение дальнейшее пешке Б, Е5, удар по центру, длинная рокировка, ферзь идет на поле Е7, черные готовы при случае сделать 3-0, спрятать надежно своего короля. И после КБ1 в профилактике также освобождаем поле для коня, Конь устремляется где-то на поле Б3, последовал ход А6, Конь С1, 3-0 и Конь Б3. Бьет Топало в пешку на поле Д4, Ладья Д4 и С5, открывая своего слона, ну и где-то при случае еще и ход Д5. Горозит, сказывается отсутствие ферзя в центре, ферзь стоит на А6 достаточно скромно, и после хода Ладья Д1, Конь Б6, последовал ход Ж3, идея этого хода при случае слон А3, то есть так, с темпом ввести слона в бой, после чего белые полностью закончат развитие. То есть, несмотря на все маневры, неожиданно черные оказались в достаточно хорошей позиции, фигуры все развитые, единственное, конечно, Король ослаблен достаточно, пешки пошли вперед и позиция черных на ферзьевом фланге немного выглядит сомнительной, но, тем не менее, по центру стоят достаточно крепко. Итак, Король Б8, Конь А5, хотим разменять слона, слон дальнобойный, не нравится Каспарова, по большой диагонали стреляет, слон А8, Топалов, естественно, сохраняет такого мощного слона, последовал ход слон А3, Д5 удар по центру, ферзь Ф4 шаг, Король А7, спрятали Короля и в этой ситуации ладью подводит Каспаров на поле Е1, ставит вот так вот тяжелые фигуры по центру, Д4, пешка идет вперед и здесь Каспарову не хотелось играть Конь А2, Конь С1, как-то стоять, защищаться пассивно. Как здесь решается на авантюру, играет Конь Д5, готов жертвовать материал, после Конь Д5, взятие пешкой, атакован черный ферзь, последовал ход ферзь, Д6 и в этой ситуации Каспаров наносит удар, жертвует ладью за пешку, бьет ладьей на поле Д4. После удара на поле Д4 у черных выбор прямолинейно забрать ладью, либо сыграть ферзь Ф4, также можно сыграть слон Д5. Слон Д5 достаточно интересный вариант, в котором черные, скорее всего, причаливали к ничейной гавани и давайте посмотрим. То есть ферзь, конечно, Ф4 не хочет собрать, дело в том, что ладья по линии может серьезно заиграть. После же слон Д5, белые, допустим, побили на Д5, Конь Д5, ферзь Ф7, шаг, Конь идет на поле Ц7, ладья Е6, напали на ферзя, дали шаг на Д1, король отходит, ладья Д7, ладья Е7, попытка где-то по седьмой линии попробовать продавить позицию черных. Но ферзь Д5, размен ферзей, ферзь Д5, ладья Д5, отдаем на Ц7 и после хода ладья Ц7, король Б6, нападаем на две фигуры. Ладья Ц6, теперь отходить на седьмой ряд не так хорошо, у белых останется две фигуры за ладью и выигранная позиция, поэтому приходится забирать коня на поле А5. Слон Ц8, белые без качества, но создают матовую угрозу. Черный же в ответ просто возвращает качество, ладья Ц8, ладья Ц8, с последующим Ц4 и ладья Д2, шансы сторон равны. Топалов же принимает в жертву ладью, посчитав то, что его король все-таки скроется от преследования белых фигур и давайте посмотрим как было. Он бьет ладью на поле Д4, Каспаров заносит еще одну ладью, ладья Е7, шаг и теперь выясняется, что в случае прямолинейного взятия на Е7, черный фактически сразу проигрывает. То есть ферзь Д4, шаг, король Б8, ферзь Б6, шаг и теперь в случае слон Б7, конь Ц6, шаг. Конечно мы не будем забирать ферзя, теперь только у черных одно отступление, это на поле А8. Слон притаился и отнимает поле Ц8, после вынужденного хода короля А8, ферзь А7 на доске чистый мат. Если же в этой позиции попытаться закрыться ферзем, то есть на шаг в поле Б6 попытаться ферзь Б7 откупиться ферзем, то на самом деле белые не берут этого ферзя, а ставят мат в один ход после конь Ц6. Все так же слон отнимает поле и королю просто некуда ходить, а ферзь не может уничтожить коня из-за связки. Вот так вот могла закончиться партия в случае ферзь Е7, принятия жертвы второй ладьи. Также не помогал ход король Б8, то есть если просто отойти королем на поле Б8, то Каспаров мог забрать все так же пешку на Д4 и по известным уже нам мотивам. Теперь брать на поле Е7 все так же плохо, а в случае конь Д7 можно забрать слон Д7. На Е7 все так же не проходит из-за ферзь Б6, а после слон Д5 можно сыграть С4, завязывая интересные осложнения. Позиция здесь строго в пользу белых. Выясняется, что ладью на поле Е7 брать нельзя, королем на Б8 отходить тоже не получается, и Топалов вынужден идти вперед королем на поле Б6, как было в партии. Ферзь Д4, Ферзь С5 теперь играть плохо, последует Ферзь бьет И6, в случае возвращения Ферзя назад слон Е6, ход который Каспаров видел за доской и приготовил достаточно мощный ход, который обеспечивает белым перевес. Последовало взять на А5, король идет вперед, где он должен погибнуть, слишком далеко зашел, Б4, заманиваем короля еще дальше, король идет на А4, и в этой ситуации Каспаров играет Ферзь С3. Тоже интересное продолжение, был еще такой интересный хитрый вариант, как ладья А7. Не могу его не показать, потому что там очень интересно заканчивалась партия. Ладья А7, допустим, Конь Д5, тогда бьем на А6, отдаем еще ладью. Ферзь бьет А6, Ферзь Б2 с идеей Ферзь Б3 мат в один ход. Конь С3, Ферзь С3, слон Д5, берут черный под контроль поле Б3, но король Б2. Создана угроза жертвы Ферзя на поле Б3, после чего мат не минуем. И достаточно непонятно, как защищаться в этой позиции. Дело в том, что после хода Ферзь Ф6, естественно, белый забирает Ферзя, и в дальнейшем грозят как вернуться на поле С3, так и ворваться Ферзь А6. И от этих двух угроз фактически нет защиты. То есть здесь мат все равно в три хода. Поэтому после хода Ферзь С3, давайте покажу вам все-таки этот мат, сделаем любой ход со стороны черных, и угрожал Ферзь Б3. Слон Б3 АБ. Вот так вот без Ферзя, без двух тяжелых фигур, осталось только слон, но пешка объявляет мат заблудившемуся черному королю. Давайте вернемся к ходу Каспарова после короля А4. Ферзь С3, угроза Ферзь Б3, мат в один ход, поэтому Ферзь Д5. Берем поле под контроль. Теперь король Б2, наверное, не проходит. Дело в том, что есть размен на поле Б4. Поэтому ладья А7, нападаем на пешку А6, чтобы черный Ферзь не мог где-то играть Ферзь Д4. Мы всегда поставим ладья А6 мат. Поэтому слон Б7, пытаемся отвлечь ладью. Ладья Б7, брать ладью, конечно, теперь нельзя Ферзем. Все-таки Ферзь Б3 грозит. Поэтому Ферзь С4 на размен. Ферзь Ф6, забираем коня. Король А3, Топалов уверенно очень забрал эту пешку. Он был уверен, что его король избежит матовой участи, но тем не менее последовал Ферзь А6. Король идет на Б4 и вот он самый мощный удар С3. После чего выясняется, что брать Ферзем нельзя. Черный просто получает линейный мат после Ферзь Б5. Король А3 и, допустим, далее ладья А3 шаг. Вынуждая черных закрыться, после чего на доске линейный мат. А после хода С3 и король С3, как было в парте, Ферзь А1, такая геометрия. Ферзь перекрутился с С3, пошел на А6, на А1 и опять встал на большую диагональ. Король Д2, дали шаг. Теперь на Е1 идти плохо, мы будем догонять еще ладьей, вынуждая короля идти на Д1. А после короля Д1, как было в партии, последовал ход слон Ф1. Достаточно интересный ход. Теперь выясняется, что на Ферзь Ф1 последует, конечно, Ферзь С2, король Е1. Ладья Е7 шаг, вынуждая черных закрыться, после чего мат в один ход Ферзем. Поэтому в этой ситуации на слон Ф1 черные контратакуют. Играют ладья Д2, нападая на Ферзя и, казалось бы, нашли спасение. Но этюдный ход ладья Д7, после чего Топала все понял. Черные все-таки проигрывают. Ладья Д7 делают черные на автомате последние ходы. Понятно, что позиция их уже проиграна. Остаются они без Ферзя. Забрали, забрали еще и на Аш8. Ладья всю партию фактически в каких-то вариантах оказывалась под боем, что тоже сдерживало порывы черных как-то выиграть, либо сделать ничью. Ладья Д3 напали на Ф3. Ферзь А8 не отдаем. Последовал ход С3. Пытаются черные продвинуть пешку как-то может дальше. Это последний их шанс буквально. Дали шаг на А4. Точный ход. Король идет на Е1. Ф4. Убрали пешку из-под боя. И после хода Ф5. Король С1. Поле Д1 взяли под контроль. Ладья идет на поле Д2. Последовал ход Ферзь А7. Теперь на H2, конечно, брать нельзя. Последует просто Ферзь Ж1 и Ферзь H2. Забираем ладью. И поэтому Топалов просто сдался. Угроза также где-то при случае. Шаг на поле Е3. Забрали пешку С. И вообще контр-игры у черных больше нет. Пешка остановлена. Король надежно заблокировал. И позиция выиграна. Вот такая вот победа 13-го чемпиона мира. Гарри Каспарова. Достаточно интересная партия. Король с Б8 прибежал на поле Е1. Где и закончил свое существование. Всем, друзья, спасибо за ваше внимание. Если нравится, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем добра и хорошего настроения. А также шахматных побед.